Совсем недавно у меня был день рождения И человек мне на день рождения подарил целых три микрофона Как бы мы можем выдать Миша один микрофон, мне один микрофон И вам, дорогие мои зрители, микрофон Берите, могу подождать В любой момент, когда посчитаешь нужным, чувак Ладно, давай я вот сюда поставлю, ты когда захочешь возьмешь, хорошо? Добро пожаловать в студию The False Emperor в эфире новости У нас в гостях Михаил и снова не хватает нам на третьего, к сожалению, бюджета Да и на новостей бюджета тоже не хватило Понимаете, что-то, короче, прям, ну вот это нечем даже сказать Господи, предзаказ у 4G, Терминатор, Волков и Грейслейеров Этой новости, простите меня, уже несколько месяцев Если бы еще Минти были хорошие, так и те уроды Да, это те самые страшные Миньки Терминаторов, Волков, которые мы когда-то хуиз... А ты видел, какие у них 3+, отличные Миньки? Там же знаменитые маски, да, которые BDSM ребята Блин, можно шарики им, короче, красные в рот вставлять Конверсия идеально просто, вот такие вот парни С тобой все в порядке? Со мной очень далеко не все в порядке Но есть несколько у нас, как бы, таких не релизных новостей А новостных новостей ГВ, короче, сейчас занимается тем, что девчонок Квакатовые для Аосика Те самые дочери Кайна Мы про Бек, по-моему, уже немножко рассказали О том, что, короче, это Мориарти Мориарти Каждая вызывает по-разному Ну ладно, главное, я видел и лучше, мне понравилось Дочери Моритаты там Моритаты Каждая такая, знаю, пистолет и бегает Вот Кайн-то вроде как мертв, я слышал Я не то, что в Беке Аос разбираюсь Вот И все Ему Предназначенные ему все вот эти вот жертвы Она забирает себе и прокачивается в этом плане Короче, она просто цыганка Цыганка Ты же видел? У нее такая стоит просто такая А то у нее огромная такая золотая корона Думаешь, откуда? Из золотых зубов отлила Вот, значит Вархаммер комьюнити сайт Все время гонит превьюшки Книжки Батлтома Рассказывает, как там, что Сама книжка на подходе Или вышла уже Сливы, по крайней мере, уже были Но еще не вышло И показали всякие именнички И вот ГВ Оно ГВ Значит, выпускает женщин Ну, а красивых женщин она не может выпустить Во-первых, хвост им делает Во-вторых, вместо красивых личиков Какие-то страшные маски Это Вот эти вот лица этих Ну, хотя, по-моему, там две версии Одна, по-моему, нормальная Это как вот в той же Марате Типа, пешая стоит такая нормальная Вот эта, типа, змеевидная Просто так ее искорчила просто Ну, в общем, короче Нам, с одной стороны, нравится Мы все-таки, как мужики любим девчонок Но, с другой стороны, как бы Какие-то странные Знаешь, мы такой Знаешь, это Два пакета на голову из пяти Скажем так Далее Какие-нибудь феминистки точно Назарепортят видосы Ну Хокки Верность Окей Смотрите, что Также Раньше у нас, как бы Они на сайте делали обзор на неделю Типа у них был Next Week Теперь Next Month Типа на месяц сразу На этом месяце, как бы, они заявляют Вот этих, значит, дочерей всяких Плюс Руинки разные Тоже для аосика Там Blasted Hollow Heart Azuris Ruins Просто маленькие такие наборчики Угловых руиночек Стеночек разваленных Они для сорокета не очень подают Можно в какую-то композицию Да, там, типа базу Ну, да Что-то навернуть И тогда будет прикольно А так, как в аосе Террейн-то особо ничего не делает Для них это просто как украшение на столе Ну, как я понял, они сделали просто Это, типа, как для сорокета была Я даже не помню, как она называлась Уже Большая коробка была Или она называлась Золу Империалис Или к ней куски были Короче, была большая коробка Которая была четыре вида Типа, условно, террейна Руинок Типа, которые потом по отдельности Продавались Видимо, они решили точно так же Типа для аоса сделать Просто, типа, маленькие наборчики Которые можно, типа, и одной огромной хренью Купить И Вайтворф Из интересного Вайтворфа Вся инфа там Про, естественно, дочерей этих Там про Тау У нас тут тоже приближаются И Главное там будет правило Для генокульта В Некрамунду Вот Причем Те же самые, как я понял Минки можно взять Спокойно, какие у вас В генокульте есть Если вы играете Там не помню Генстилеров нету Или что-то там Кто-то тут уже кричал Короче, что-то нету Ну Я думал, что это Посажение БАМ Все А мне не дают Тирана взять Мой генокульт Это типичный Плач Тиранид Который, типа О, гонки на мотиках А что мне нельзя И так далее И главное, наверное То, что Тау У нас уже Чуть ли не подтвержденный При ордер 10 марта Добрый даже подтвержденный То есть Это инфа из магазинов Именно Когда у них появится Что в свою очередь Подтверждает Некого чувака Который слухи Постил О выходе Кодекса Потому что он тоже написал Что начало марта Тау И соответственно Остальным слухам Про остальные кодексы Тоже можно Более-менее верить Соответственно Конец марта Некроны Апрель-май Друхария Орликины Август Космические волки Декабрь Орки С культом скорости Я не понимаю Что Мать твою С этим культом скорости Почему все такие Культ скорости Первое Что я услышал От лестника Когда он рот открыл Культ скорости Bad Moon The Evil Sun Вообще никому не интересные парни Господи Кто это Я кстати не понимаю Почему Почему Блин Ты знаешь Из разряда Я сказал Во-первых Сейчас три раза Почему А во-вторых Это вот Возьмем ХСМ Не часто Народ Черный легион Да даже Тысячников Или ДГшников Которых отдельную фракцию Выделили А вот почему С культом скорости Повнешние Потому что Видимо Это того Все Ну видимо Да Red Ghost Fast И все Восемь Головного мозга Такие дела Далее Значит Немножко Нам Засвечивают Информацию О Новой Ролевке По 40К Напомню Что было Старое Ролевка По 40К Это книжка Black Crusade Она Про Схаситов Есть Еще как минимум Две Про Death Watch Есть И про Боржей Да Боржейшников Не помню Как называется Если честно На срать Интересно Да Вот Их выпускала ФФ Не Хэ А Гэ Фэнтези Флайт Геймс Они лицензию Значит Потеряли Расстались И сейчас Некая Новая Контора Все это Будет Выпускать Там Сейчас Как-то Анонсят Что Будут Делать Комиксы О том Как Разъясняем Механику Основную Мы Сыграли Один раз В эту Штуку И Ну Не знаю Короче Как они Будут Различаться Увидите Кому Вообще Это Все Интересно Я буду Просто Орать Если Возьму Какую-нибудь Систему Гурбс Мы Наваха Здесь Придумали Модуль Ребята Играйте Но С другой Сторон Они могут Взять Разворот На Casual Ну Да Они могут Просто Кинь 2 Плюс Чтобы Совершить Epic Какой-нибудь Ооо И знаешь Геймастер Задача Конечно Сидит Игрок Прокину 2 Плюс Скажите Что-нибудь Типичное Такие Дела Далее Появился Анонс И тизер Новой Игры Паса Ракету На Писишечке О Май Факин Гад У нас Уже Не знаю Сколько Таких Анонсов Непонятных Игр О которых Мы Даже Потом Ничего Не Слышали Типа Вот Она Вышла Где-то Че-то Там Кто-то В нее Играет Ты Натыкаешься На Скриншот Типа Такая Игра Есть Ого И Как бы Эта Игра Называется Механикус Она Будет Про Механиков И Пишет Для нее Бэк Бэн Каунтер А Знаете Такого Я Не Очень Ладно Шучу Вот Ты Знаешь Да К сожалению И Про Игровой Процесс Пока Ничего Не Можем Сказать Потому Что Показали Там Просто Что-то Тизер Там Вообще Ни О чем В Гв Стиле А на Скринах Там Что-то Механикум Ставит В Позе 3D Да Болванчика Да И И Все В Прест Релизе Написано Что Будет Тактикл Квест Ну Соответственно Не квест А приключение Тактическое Где Ты будешь Что-то Развивать Как я понимаю Потому Что Это Механикум Они Будут Искать Потерянные Технологии Не знаю Зачем Потерянные Технологии Это Техно Ересь Мне Кажется Не Так Они Все Правильно Типа Даш Механикум Они Придумывают Новые Технологии А старые Они Только Ищут Старые Нельзя Придумывать Ну Естественно Там Подлог Ну На самом Деле Старые Технологии Никто Не Приднеет Как Кто Гравики Всегда Были Вот У нас Есть Доказательства Пока Ничего Не можем Об этом Сказать Скорее Все Выглядит Как Дешманская Лушка Я Тут Офтопик Небольшой У меня В ленте Файтингами Интересуюсь У меня В ленте Проскакивает Японцы Какую-то Делают Сейчас Файтинг И Денег Немного Но Раньше Файтинги Которых Было Немного Денег Это Были Супер Пиксельные Рисованные Одинаковые Абсолютно С Девчонками Японскими Анимешными Какие-то Задротные Файтинги По 40 Хитов Комбе Где Короче Сейчас Они Как-то На Стритфайтер Новый Ориентируется Более-менее Что-то Там Двигается Но Это Реально Выглядит Как будто Они Четвертый Стритфайтер Взяли И Переделываю Это Только Денег Нет И Мне кажется Механикус Будет То же Самое Это Будет Дешевый Не знаю Что У нас Так 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 Далее Ходят Слухи Пла Лыцарей Целый Большой Будет У нас Разные Лыцарей Я в названиях К сожалению Не интересуюсь Это неважно Типа Армиджер Хелиджер Кастилян Валиант Ты знаешь Что это такое? Это разные Видимо Опции Ну как Знаете Покупаешь машину Элегант Плюс И прочее А можно Мне найти С кожаной Обивкой На 40 тысяч Дороже Стоит Ой Что-то дорого К сожалению В наличии Есть Только На тряпке И якобы Полноценный набор Ренегатского Найта То есть Сейчас У нас Есть Upgrade Паг От 4G И то Который В принципе Нельзя его Назвать Полноценным Потому что Он Там По сути Как бы Тушка Ну типа Верхушка Панцирь Заменяют И немножко На ножки Но щитки На оружие Только на те Которые были Стартовому Найту А уже Расширенной Версии Вардена С гатлингом До него Уже не было Может быть Сделают И ракет Книгу Ну то есть Даже Если это будет Книга про рыцарь Если там Не будет Нормальный раздел А просто Типа Ренегат Майта Опять Один Ну черт Кто знает Потому что Сейчас Самособы Его в ХСМ Стать Бессмысленно Он отдельный Как бы Юмит А так Отдельный Юмит Без всего Остального Нафиг Он не сдался Помните Они играли Там Что у них Из-за того Что Формация Щиты Везде Третья Там Пока Не ходят Другом Какой-нибудь Рерол Там Чего-нибудь Такие дела И Про 40к Плюс Окружение У нас В принципе Сегодня Все Мы справились А за 13 минут Хорошо Или нет Больше Мы еще сидели Перед этим Что-то рассказывали У нас Укрырались Смотрите По турнирчикам В эти выходные Во-первых Парник На 3000 очков И мы тут С Михаилом Короче Примяли Судьбоносное решение Как ты сказал Давай станем Проксиботами И что Что Нас там Отпустим С ними Ментальные блоки Я так сказал Вот Хотим Приходить Просто Каким-то Полным Отваром Как Миша Любит Короче Дичь Которую Вы еще Не видели Что ему Зинч Щепчет На ухо Георически Не он Да Ты еще Знаешь Так Разберешь Сразу Все Вот Поэтому Мы будем Короче Тем там Играть Один И Отличное название Рубрики Еще Тебе понравилось Но не будем Спределить Естественно Вот И Воскресенье Spark 2 Третий И причем Опять Третий Совершенно Не похожий Будет Похожий Этап Потому что Мы опять Смотрим Что происходит И опять Начинаем Как бы Если сказать Менять правила То это получится Как бы Ну неправильно На самом деле Потому что Корректируем Корректируем Да То есть Мы нащупаем То что нам Интересно Самим Мы Какие решения Приняли Опускаться Все ниже На дно Вы видели Я выпускал ролик Потом Что такое Фановый ростер И судя по тому По просмотрам Многие из вас Посмотрели Вот Мы Примерно Пользуясь Этими Рулингами Будем собираться Растирать Потому что Нам самим Вот Ветбросом Всем В принципе Там Может быть Некоторых Некоторых Людей Не будет Пользоваться Да Интересно Просто Тянуться За паром Ну Вы Например Видели Опубликовали Растира С Челленджа Челленджа Да ХСМ Особенно Я только посмотрел ХСМ Значит Как выглядит Новое лицо ХСМ 3500 Бомжей Культистов 3500 Бомжей Фоксволкеров Которые рождаются С 3500 Бомжей Культистов Герои для Обмаза Вперед Причем Там реально Числа Ого-го У меня Даже Культистов Арендовали Для этого Говна И этот Ростер Судя по тому Что он повторяется Из 4 3 раза ХСМ Это Как минимум Сейчас Архетип Который Точно В топ Идет Короче Это всегда Спорт Это Дикие Лимиты Чего-либо Что Максимально Эффективно То берут Комба Работает Отлично Там уже Некоторые шутят Что сейчас Все накупят Этих Боксволкеров Горы На самом деле Достаточно Одного Изменения Вести Как правило Просто вести Что боксов Не может Отряд Остаться Больше Или стартовое Или максимальное Значение И все Сразу же По бороде Комба Пойдет А так Конечно Приятно Что-то умирает Умер Культист А заместо него Родился Споксволкер Который сильнее Скорее всего Будет Обмазан Вообще Да Вот Поэтому Нам это Все Не особо Интересно Нам Интересно То О чем Я рассказывал В том Вдосе Вот Поэтому Будем Этим И Мы Понимаем Что это Компания Мы Сейчас Выбираем Миша Например Мне очень Не нравится Сейчас Как Происходит Скажи Подоплек Для Битв То есть Мы Там У нас Стратегическая Часть Есть Где Распределяются Игроки Типа Она Немножко Громоздкая И Ну Фиг Его Знает Нужно Или Нам Такая Подоплека Все-таки Нужна Эта Компания Мы Сейчас Над Этим Раз Думаем Плюс Прокачка Профиси На подходе Я сейчас Прям Думаю Над Этим Прокачка Варлордов Не Хочу Я Знаю Во что Она Скатывается Каждый раз Весело Было Ребята Не Знаю Мы Пока Придумали Следующую Хоббийную Идею Каждый Из игроков Может Если хочет Взять Себе В росте Ринку И Раскачивать Ее В том Направлении В котором Хочет Превращая В результате Сначала Превращается В Разербэк Можно Сверху Пушку Поставить Потом Возможно В Предатор Превратиться А потом Может В Харень Получится При этом В зависимости Какая у тебя Раса Ты можешь Ставить Расой Пушки Но Не Можешь Брать Базу Свою Серпент Взять Это Слишком Громоздко Для Системы Нужна Простая Тапки Чтобы И мне Было Понятно И игрокам Тоже Было Понятно Опять Страховку Предлагаю Смольный Константин Мне название Это Из фитнеса У меня Контракт Закончился Год Ходишь К ним Не ходишь Не важно Абсолютно Отличная Акция Для фитнеса Звонишь Кому Ты такой Жирный Иди К нам И засменивался Блин Да Может Сходить Реально Короче Как Контракт Заканчивается Сразу Начинает Доставать Ладно В результате Должен Получиться Какой-то Супер Монстр У каждого Своей Как-то Хитронастроенный С каким-то Своим Оружием С какими-то Своими Спецправилами Которые Возможно Кого-то Возят И это Типа Такой Кроссаут Только Минималка Да Или возможно На максималку Потому что В компет Просто кинул Типа Прикрутилось А здесь Клеишь Сидишь Отрываешь От ринки Двери Мне кажется Короче Это прикольно Я люблю Хоббийные элементы В этой игре Это Блин Круто Всегда Если у тебя Есть какая-то Модель А ринка Для сбора Именно Вокруг Нее Всего И кажется Идеально Это Именно Основа У ней Спонсончики Есть Сверху Любой Ты можешь Так Поставить Башню Так Поставить Башню Два Люка Для чего-то И Дозер Спереди Короче Ты просто Клапушку От вентикатора Приделать Спереди Легко Вообще Что хочешь Можно сделать Поэтому Короче Вот так Теперь Будем тоже Прорабатывать Первый набросок Есть Как это Должно Выглядеть Есть Уже Критика По нему У некоторых Людей Но Короче Мы Всегда Открыты Для Интересных Предложений Вот По С Комьюнити Мы Рассказывали О том Что Андрей В прошлый раз Был Сам Говорил О том Что Он Хочет Сделать Такой Вечер Новостей Открытый В Горцующем Андрей Новый Черный Гвардий Попытались Одновременно Соединить Слово Название Не получилось Позвалились Где-то По пути Вот Это Произошло Позавчера В понедельник 26 К сожалению Мы Хотели Получить Прямой Комментарий От Андрея Не Дозвонились От Старока Не Дозвонились Видимо Автопати Короче Поднял Они Все Еще Но Есть Новость В Официальной Группе Черный Гвардии О том Что Состоялось Мероприятие На ней Прошло 10 Человек Выглядит Это Как Совещание Третьего Рейха С этим Совещание С вывеской С орлом Отлично Вот Что там Именно Было Как прошло Не очень Понятно Ну Описано Естественно Типа Там Было Здорово Мы Там Расскажем Вам Новую Дату По факту Мы Комментарий К сожалению Не Получили По Турнерчикам Рассказал По проекту Значит На этой Неделе У Примчиков Обзор Бладов Знаете От кого Ну И мы Не будем Рассказывать Вы Сами Немаленький Также У нас Очень Прикольный Надеюсь Материал И В нашей Серии Где Выгоднее Вот Мы Решили Заняться Образованием Образованных Масс Перевести Из одного Агрегатного Состояния В другое Блин Я Уровня Клетки Там Такая И Очень Интересная Очень Странная Ассоциация С Образованием А Или Ты Самообразовывался Понял Знаете Клетка Которая Ее Единственная Задача Прилипать Клеткам Не этого Организма Типа Я ее специально Обучаю В костном Мозге Чтобы она Не прилипала Ни к чему Что свое И выпускает Она типа Хватила Значит чужое Все Понеслась И На Общем Канале Помимо Девы Дни У нас Будет полгода Спейсмарина Расскажем Что Ну как бы Время Всегда расставляет Все точки Снады Теперь ясно Спейсмарина Играет Об этом Вам и расскажет Все Все Важно Акция Вы ее не знаете А она идет У меня просто Не было Абсолютно Времени Сделать ролик Иди Иди Блин Надо было Сказать Акция Как это Альфа Легиона Она настолько Скорная Что вы о ней Не знаете Ребята Именно так Короче Весенняя Акция В данный момент Идет Абсолютно Все тоже самое В этом плане И у меня идей Нет То есть Опять Три месяца Подписываешься Сертификаты На пять тысяч Опять же У менеджерс фана Все Всю весну Смотришь ролики Возможность Получить сертификат На стримчике Все работает Возможно Я к первому числу Все-таки Ролик Все-таки Народ Уже Подписывает Совсем На премию Потому что Я выпустил ролик О том Что Я Не успел Сделать Ролик Потому что Потому что Делал ролик Потому что Не успел Сделать Ролжины Да Да А Как ещё Я либо Делаю ролик Либо Снимаю ролик something Не успевают Ролик Да Такие Дела Из Что из общего рассказать? Не знаю, о чём из общего сказать. Попросил людей спасать проект, Unbox'ы кончились. Мне нанесли коробок, только почему-то аусных. Я так понял, что... Я тебе принёс одну из ракет. Да, там куча аусных, и я как понял, что это почему-то под Малайн портится. Потому что все принесли DEV. DEV такой, DEV другой. Типа Battle... Баттлфорст. Баттлфорст, да. Смерти. Баттлфорст, смерти. Моргасты. И посланники. Кто-то там. Намэ. Короче, все намэ сегодня. Санбоксили все. В общем, был жёсткий вечер пятницы. В субботу должен выйти Гримдаркна. Мне нужно сдать человеку его Баттлфорст. Он просил за неделю сделать. Но прежде чем снимать Баттлфорст, мне принесли... Миша мне принёс несколько коробок, которые в этот Баттлфорст входят. И чтобы снимать Баттлфорст, где ссылаться на обзоры этих коробок, нужно сначала снять эти коробки. Я парню пишу типа Чувак, давай Следующая неделя. Он такой, нет, я хочу красить. Ладно, давай в субботу на воскресенье сниму. В воскресенье, понимаешь? Окей, через минуту. А давай в субботу. Я такой, суббота, завтра. Он такой, точно. А я потом сажусь и сделал и это, и это, и это. И мы прямо шагаем. Братан, врач успел, молодец. До этого времени анбоксы Бэтмена выходят. У меня есть запас. Анбоксов Бэтмена. Несерьезно, я всегда считал, что у меня анбоксов там дохренища. Сижу, сижу. Коба, бдум, конец. Чё такое, нахрен, непонятно. А есть люди, которые сидят, любят анбоксы. А сейчас у нас, кстати, на основном по два анбокса в неделю. Нет ни одного, кто бы сказал, что-то слишком много анбоксов на канале. Хватит денег, анбоксы выкладывает. Ничего себе, представляете, как перевернулось сознание людей. Причём по анбоксам видно, то есть, они выходят, что-то там набирают, там, 3-4 тысячи, там, интересные пять. Проходит какое-то время, смотришь там уже, семь, десять. Народ смотрит, короче, интересные коробки. Причём, как, вот, судя по всему, правильно, интереснее всё коробки. Самые простейшие для новичков. Сноффит просто там смотрят все. Давай. Такие дела. И, кстати, о канале. У нас взят, значит, очередной, очередной дно пробито. Вот перед вами график падения интереса к каналу. Топ по просмотрам. Сначала года. То есть, это январь и, считай, до конца февраля. Вот так вот, короче, идёт график. Топ по просмотрам. Всё ещё ролик, как играть в Warhammer, как происходит партия в шестой редакции. Надо переснимать. Но здесь есть один очень прикольный момент. Я пересниму. Я его выпущу. И какое-то время, возможно, очень продолжительное, он будет в жопе. Никто не будет его смотреть. Потому что есть этот ролик, который будет всё время вылезать по поиску. Человек пишет в Ютубе. Как играть в Warhammer? Ютуб, что ему выдаст? Ютуб не в курсе, какая редакция дает. Он ему выдаст, соответственно, это. Там больше просмотров, больше лайков, больше комментов. Да. И как бы я могу любыми средствами пытаться людей увести с этого ролика на правильный. Но в любом случае не все, кто смотрит первый ролик, будут его смотреть. И уж тем более куда-то переходить. Для этого нужно человеку как бы заинтересовать, рассказать. Чтобы он, о, это чувак, он что-то знает. Короче, ну-ка я посмотрю там про новую редакцию. Вот я даже в начале могу поставить ссылку. Вот вы сами нажимаете на ссылки в начале ролика. Какими-то. Или вы сначала разберете, что за ролик. И при этом это для меня не выгодно. Потому что для Ютуба один из самых важных параметров глубина просмотра. Соответственно, если человек с ролика уходит сразу, Ютуб считает, что это был, как это называется? Да. Кликбейт. Кликбейт. Типа там сиськи были на аватарке. Он кликнул, сисьек нет. Он такое говно закрыл. И этот ролик будет падать. Для меня это не выгодно. Так как они приходят по этому ролику. И удалять его тоже не выгодно. Если они приходят по этому, я его удалю. Они не будут приходить ни по какому. Поэтому выйдет, когда ролик по восьмой редакции. Кстати, прав, что я не снимал седьмой? Хитвер, да. А? Может и восьмой тоже снимать? Может и восьмой не делать. Вот в девятом сниму. Надо делать. Я сейчас сижу, думаю. Вот я всё над нулевым роликом размышляю. Но у нас время подходит к концу. Поэтому я вам не расскажу, что такое нулевый ролик. Он крутой. Конец на нуле у тебя будет ролик. На самом деле, пока... Пока ты уже подключить их не можешь, да? Короче... Три микрофона. Три микрофона, понятно, да? Типа три ведущих в студии. Соответственно, есть одна проблема. Кажется, микрофон должен быть куда-то включён своим джеком. У меня вот есть замечательный мой диктофон. Он как бы... Как это правильно? Неразнонаправленный. Стерео. Короче, стерео микрофон, который нормально ловит. В принципе, звук. У него есть вход, но один. Соответственно, мне нужен какой-то разветвлительный... И не помню, как это называется. И ещё это будет всё в один поток писаться. В общем... Теперь нужен новый диктофон, ребята. Три... Ребор несколько, всё же. Как бы... Это круто, если снимать что-то такое в сцену, в движении. В том плане, что если все в разных местах находятся. Чтобы слышно одинаково было. Да. А так, когда мы сидим в помещении перед одной этой самой, в принципе, это работает. Но очень круто, на самом деле. То, что человек... Ну... Что, что посчитал, где у нас как бы проблемы, то и подарил. Прямо спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok